Эхо лихих 90-х отгремело в Витебске. Задержан криминальный квартет, который пытался крышевать местных таксистов. Пользуясь этим же сленгом, добавлю, братки требовали за свои услуги дань. Их территория – стоянки возле городских супермаркетов, развлекательных центров и ночных клубов. Сейчас следствие ищет пострадавших по этому делу. Как отметили в СК, четверо подозреваемых действовали на протяжении двух лет. Группу единомышленников вдохновлял ранее судимый 32-летний местный житель. Известно, что тем, кто платить отказывался, крутые парни грозили расправой. Ольга Масловская изучила историю разбойников с большой парковки. Они работали в стиле 90-х. Задерживали их также. Оперативная камера запечатлела, как надевают наручники одному из участников криминального квартета. Два года он и его подельники – крутым парням было от 23 до 32 лет – держали в страхе витебских таксистов. Паркинг у ночного клуба. Вот рабочее место криминальной четверки. Таксистов, которые дежурили возле увеселительных заведений, злоумышленники заставляли платить дань. В ином случае грозились разбить автомобиль или того хуже – искалечить. Плату вымогатели собирали ежедневно. Лидер преступной группы был ранее судим, вращался в криминальной среде и взамен обещал своим жертвам мнимое покровительство. Сотрудниками седьмого управления были задокументированы конкретные факты преступной деятельности группы. В результате с мая по август текущего года все подозреваемые были задержаны сотрудниками управления совместно с бойцами ОМОНа. Сейчас разбойники с большой парковки находятся под арестом. Им предъявлено обвинение по статье «Вымогательство, совершенное повторно группой лиц по предварительному сговору под угрозой применения насилия к потерпевшему и повреждения имущества». Следователи разыскивают потерпевших. С момента задержания они находятся под стражей. Следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые пострадали от действий обвиняемых, а также которым что-либо известно о противоправных действиях указанных лиц, обратиться в управление Следственного комитета по Витебской области или по телефону 102. В деле криминальной четверки еще много белых пятен, говорят следователи. Например, пока точно неизвестно, сколько денег было заработано нечестным путем. Специалисты продолжают устанавливать все эпизоды преступной деятельности обвиняемых. Ольга Масловская, Александр Петровецкий и Ян Пчельников. Зона Х. Витебск.